Сегодня с утра прочитал рецепт от актера Ричарда Гира. В заголовке призывно значилось «Попробуйте, и вы убедитесь, что это работает». И я решил попробовать, не откладывая, прямо здесь и сейчас. Упражнение очень простое, но, как утверждает Гир, оно очень мощное. Оно заключается в следующем. Когда вы встречаете кого-то в своей жизни, человека, животное, насекомое, первой вашей мыслью и посылом к нему должна быть формулировка «Я желаю тебе счастья». Только важно очень, чтобы это была первая мысль, не какая-то там другая. Не как часто бывает, я там вижу человека и так сразу начинаю оценивать его, как он выглядит, а он, наверное, вот такой, даю какую-то оценку ему. Вот первая мысль, все это потом, а сначала первая мысль «Я желаю тебе счастья». И я направился практиковать это упражнение. Зашел в один магазин, в другой, поймался на том, что я не успеваю подумать «Я желаю тебе счастья», потому что у меня по привычке идет вот эта вот какая-то оценка. «Ой, она какая-то такая недовольная стоит, о чем с ней разговаривать?» «Ой, вот у этой какое-то тоже недовольство на лице». Мне, в общем, мне пришлось немножко поработать над собой, чтобы включить свое внимание, взять в руки свою осознанность. И вот я захожу в аптеку, вижу продавца и первый мой мысленный посыл «Я желаю вам счастья». Дальше я что-то спрашиваю, она мне что-то отвечает, на меня не смотрит, а я понимаю, что мне не хватает вот этого контакта глаз. И я уже так собираюсь выходить и говорю ей «Спасибо вам, хорошего вам дня». Продолжаю смотреть на нее. Она в этот момент поднимает глаза, мы встречаемся взглядом, она улыбается и говорит «И вам тоже хорошего дня». И здесь вот такая магия происходит. Мы усилили состояние радости и счастья в жизни. Затем я подходил к торговцам на улице, затем заходил еще в разные магазины. И первая моя посылка «Я желаю вам счастья». «Я желаю вам счастья». В общем, вывод, который я сделал из всего своего практикования, что да, мое состояние однозначно меняется, мое отношение другое к человеку становится. Когда вот этот первый мой посыл идет «Я желаю тебе счастья». Насколько включается в это другой человек? Ну, я так отследил, что он включается при условии, что у нас возникает еще контакт глаз, и я еще какое-то вот ему пожелание, чисто словами проговаривая, выражаю. Тогда да, тогда мне кажется, что он тоже включается и правда становится немножко счастливее. Но пока что это начало, это первый мой опыт. Может быть, завтра я отслежу и без контакта глаз, и без вот этих пожеланий влияние моего вот этого посыла. В общем, завтра буду продолжать это практиковать. Хочу закрепить это упражнение и эту практику в своей жизни. Приглашаю вас, присоединяйтесь. Можно начинать прямо сейчас. Я желаю вам счастья.